Чё? А чё это такое? Понятно. В Суриковском музее идут последние приготовления перед открытием выставки именитого художника. 150 картин от детских воспоминаний Никаса Сафронова до портретов голливудских звезд уже развешены. Сотрудники музея в каждом зале дополнительно устанавливают вентиляцию. Ожидается большое количество посетителей. Специалисты настраивают аппаратуру. Встречая гостей будет живая музыка. А в это время автор работ Никас Сафронов общается с журналистами. Беседу Никас Сафронов начал с семейных историй. В своё время в Красноярск была вместе с семьёй сослана его мать. Здесь она сменила католическую веру на христианскую. Поэтому художник решил преподнести музею, где он выставляется, а следовательно и всем красноярцам знаковый, по его мнению, подарок. Я напишу портрет Сурикова для этого музея. И подарю небольшой портрет. Там их место. Обычно там все картины Сурикова лично, но есть скульптура. Небольшая скульптура Суриков рисует. Я подумал, что над ней, если будет портрет мой, может быть, это будет как-то так дар этому городу. Но на этом подарки не заканчиваются. Как оказалось, не прочь Сафронов открыть в городе на Енисей и художественную школу. Сам он выпускник Московского художественного института имени Сурикова. Правда, добавляет, он и предприниматель, бизнес вести не умеет. Поэтому ему нужна поддержка. Я не могу бегать и умолять. Это не совсем мой стиль и не город, где я выкупил часть земли. Что хочу, то и делаю. Если отцы города поймут, что это интересно, надо привлекать сюда Башмета, Спивакова, привлекать Ростроповича, чтобы они здесь открывали какие-то музыкальные центры, художников, которые будут открывать свои мастерские. В студии, то почему нет? Но все это еще впереди и только планы. А вот что уже можно увидеть, так это работы московского мастера. Выставка откроется 1 июля в художественном музее имени Сурикова. Станислав Карпович, Эдуард Баглай, Афонтова. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова